Посмотрим, чем тут кормят на бэкстейдже сэндвичи. Интересно, как после такой еды модели остаются худыми? Кусок хлеба, масла и сыра. Фигура как у модели. Заветный 90-60-90. Идеал для современных женщин. И если большинство уверены, что такой результат достигается путем изнуряющих тренировок или диет, то они ошибаются. Модели не то, что не отказывают себе в еде, но зачастую питаются тем, что первое попадается под руку. Большинство моделей не так тщательно следит за своим питанием, как мы себе это представляем. Начнем с того, что на бэкстейдже. Между показами их кормят сэндвичами и сладкими. Сейчас мы в Милане, поэтому едим много пиццы и мороженое на десерт. То есть модель приходит на шоу сначала, где тут можно покушать, где-то сюда. Покушали, а потом уже там волосы, мейкоп и все остальное. Чем кормят на неделях моды? О, вы это видели? Чай. Но еще хорошо, если есть чай, обычно только кофе, в Париже особенно, который я не пью. Вот, там круассанчики какие-нибудь. Обычно еще бутерброды, которые после... Ну, невозможно просто, если в Нью-Йорке ты их еще покушаешь, то в Милане, в Париже уже... Так тяжело найти время, чтобы нормально поесть. На бэкстейджах постоянно кормят сэндвичами, чипсами или чем-то вроде того. Вечером я стараюсь есть супа или чего-то другого, но обязательно полезного. Я всегда стараюсь приносить свою собственную еду, вместо того, чтобы есть на бэкстейджах. Слишком много рук прикасается к еде здесь. Но разве такая еда не влияет пагубно на фигуру? Нет. И вы не видите никаких изменений в фигуре? Нет. Вы же целый день бегаете, вам просто необходима энергия. Поэтому вы будете есть все, что дает, а иначе не справиться. Ну, вы знаете, как-то месяц выживаю все-таки. Ну, я стараюсь на завтрак в отеле очень хорошо, плотно там яичница, каша, что-нибудь такое, блинчики какие-нибудь. А там уже в течение дня как получится. Вы знаете, в принципе, ничего. Желудок работает пока.